Олеся Ачиян вместе с ребенком уже едва надеялись на спасение. Дым подступала, докричаться с пятого этажа было сложно. Сильно надышалась, гарью пока звала на помощь. Потом их спасли пожарные. Затем была медицинская помощь и размещение в пенсионате Нева. Я после больницы вышла, после пожара, это было на третий день. Где-то неделю я там прожила, пока я у себя все отмыла, все стирала. Я полностью делала потолок, обои, то есть косметический ремонт. А сегодня ее пригласили в отделение Красного Креста. Там вручали продуктовые наборы и средства гигиены. Предприниматели отозвались на просьбу Красного Креста и перечислили на счет 89 тысяч рублей. На эти деньги были закуплены еще подушки, одеяла, пледы, полотенца и постельное белье. Сейчас на поступившие деньги, значит, и мы дополнительно всего 105 тысяч рублей мы израсходовали. Для девяти семей, которые погорели сильно, у которых практически все выгорело, значит, согласно мы с председателем домового совета, значит, сверили списочки. Девяти семьям мы выдадим. Российский Красный Крест – одна из старейших общественных благотворительных организаций страны. Сотрудники Сочинского Красного Креста поблагодарили сегодня тех предпринимателей, которые не остались равнодушными к беде погорельцев. В самом же доме Ночебрикова сейчас завершается капитальный ремонт. Помимо замены внутренних сетей, было решено полностью отремонтировать кровлю и утеплить фасад. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.